Продолжение следует... Вот впихивание невпихуемого и поимённое перечисление знаменитостей, которые не участвуют в нашем шоу, да, это, к сожалению, такая традиция, слишком уж на самом деле этот курс большой, условно говоря, по каждой из лекций, которую мы с вами слушали, можно маленький спецкурсик прочесть, а то и большой. Ух, по тестированию так точно. Давай. Поэтому мы будем сегодня разговаривать о тестировании вообще, вот, и о тестировании в частности. Мне кажется, что прежде чем... Ну, надо чередовать бла-бла и не бла-бла, поэтому давайте начнём с бла-бла для разогрева, а потом поделаем кое-какие вещи, а потом снова бла-бла, а потом опять поделаем кое-какие вещи. Значит, это тестирование вообще. На самом деле тестирование – это абсолютно неисчерпаемая такая часть разработки программных продуктов, потому что самих определений тестирования, если зайди в Википедию, я зачем, почему-то не сделал ссылку. А это было бы поучительно, мне кажется, в Википедии поискать слово «тестирование». Вот, чтобы просто было понятно, сколько видов тестирования различают люди, которые собираются различать виды тестирования. Но другое дело, что нас с вами интересуют только вообще-то четыре, пожалуй, пункта. Почему-то в Википедии их три, на самом деле их четыре. Это тестирование модульное, оно же компонентное. Когда мы написали код какой-то, а потом смотрим, работает ли этот код, или всё ещё ли он работает после того, как мы его поправили, дописали кусочками и так далее. Тестирование сначала, тестирование системное, когда вы тупо запускаете приложеньку и смотрите, что она запускается, что она на входных параметрах каких-то входных данных выводит какие-то правильные выходные данные. То есть уже не части, не юниты вы тестируете, а саму приложеньку или там каждое из приложений, которые входят в ваш комплект программных продуктов. Потом интеграционное тестирование, которое названо в Википедии вторым пунктом. Когда у вас большая система и нет возможности прямо запустить приложеньку и сказать ей, выдать ей выходные данные и входные, тогда, конечно, у вас нужна ещё промежуточная стадия. Вот то, что вы называете компонентами вашего большого программного продукта, это могут быть отдельные приложеньки в количестве, если вы делаете операционную систему или что-то подобное. Это могут быть какие-то здоровенные комплексы, забыл правильное слово, совокупности, библиотек, какого-то кода и вообще всякой фигни. Главное, чтобы у них были интерфейсы, и к этим интерфейсам вы приделываете, с помощью этих интерфейсов вы эти компоненты соединяете и смотрите, как они друг с другом работают. Вот что такое интеграционное тестирование. О, видите, в Википедии словом «системное тестирование» названо то, что я назвал приёмочным. Ну, в общем, даже терминология плавает, потому что на самом-то деле тестирование на соответствии требованиям – это, конечно, с точки зрения workflow приёмочное тестирование. То есть вы приходите наконец-то к заказчику и говорите, смотрите, у меня всё работает, вот все ваши юзкейсы, а вот ещё те юзкейсы, которые вы по глупости своей не предусмотрели, предусмотрели мы, на них всё работает, смотрите. Вот. Ну, в общем, вот. Короче говоря, как это? Ничем из этого мы с вами заниматься не будем сейчас, кроме, естественно, юнит-теста, потому что юнит-тест имеет отношение непосредственно к программной части. юнит-тест, он же модульное тестирование, такая дисциплина оформления, которых ещё больше. Их настолько много, что в Википедии уже, видите, говорит, надо почистить этот список. Это вот только языки, под которые существуют модульное тестирование, да? А вот, ну, вот, чтобы вы понимали, у меня ползунок вот здесь. Как это? Ничем из этого мы тоже заниматься, разумеется, не будем, кроме одной штуки. Вот. Потому что иначе мы, ну, понятно, сойдёмся. Среди модульного тестирования есть дисциплина, очень старая, разработанная... Нет, не очень старая, 98-й год, видимо, под смолток, да, под смолток, разработанная специально для очень-очень объектного языка смолток, которая называется X-Unit, и, собственно, она и есть то, чем обычно сейчас пользуются, когда говорят про модульное тестирование. Значит, это в действительности ничего такого, что ли, никаких открытий, да, никаких изобретений в X-Unit просто нету, а в действительности это просто такой способ упорядочить мозг, упорядочить деятельность по написанию теста. Да, мы говорим, что у нас есть способ запустить тесты, он называется тест ранее, ну, потому что, мало ли, если у вас библиотека, то это один способ запустить тесты, если у вас бинарник, то совсем другой, да, если у вас веб-приложенька, то абсолютно третий. Запустить сами тесты. У вас есть конкретные тестовые сценарии, тест-кейзы. Что такое тест-кейс? Тест-кейс – это штука, которая, по прохождению которой вы говорите, вот такая-то фича от тестирования. Тестовый сценарий состоит из нескольких тестов, каждый из которых тестирует разные аспекты этой самой фичи. То есть, зачем вы выделяете отдельный тест-кейс? Чтобы человек, который принимает, который осуществляет quality assurance, который принимает ваше тестовое наполнение, понимал, что вот, смотрите, вот код, вот покрытие, вот фича, эта фича оттестирована, вот такие-то тесты ее тестируют, вот заявленные. Короче говоря, чтобы оторвать этот уровень. Значит, вот конкретный код, который тестирует что-то, таких фрагментов кода может быть несколько. И чтобы ввести уровень косвенности между тестированием чего-то и отчетом, что да, мы это оттестировали, приводится понятие тест-кейс. Вот. Ну и, наконец, есть еще test-suit, наборы тестов. И это как бы штуки, ну давайте посмотрим, что будет в Википедии. А, и это вот что. Это идея, понятно, почему они сначала конфигурации, вот. Значит, смотрите. Итак, тест-кейс, это что-то, что мы тестируем. Может быть, внутри кейса несколько тестов, но они все равно выполняются кучно. Не прошел хотя бы один, фича не протестирована. Дальше наступает черед фикшер. Фикштура, вот, она же контекст тестирования. Это когда вы для того, чтобы произвести проверку вашей программы, создаете дополнительные данные. Ну, допустим, вы написали субэдэр. Чтобы ее потестировать, надо какую-нибудь тестовую базу данных завести. Вот заведение тестовой базы данных и ее наличие – это фикштура. Если у вас тестов много, тест-кейсов много, тест-сьютов на самом деле много, то разные сьюты на разных фикстурах будут работать по-разному. То есть для одних нужно создать такую-то базу, для других – другую. Может быть, для некоторых одинаковую. Короче говоря, подготавливаете такие специальные функции, которые разворачивают тестовые данные, а потом их удаляют. Это тоже важно, чтобы исключить эффект последействия. Ну, допустим, у вас есть буфер, в котором вы пишете… Вот все тесты работают с буфером. Мы сейчас сегодня увидим эту штуку, и, наверное, мы не сможем это проэксплойтить, но увидим, в чем недостаток. Ну, просто буфер для тестирования. Какой-то. Один тест туда записывает информацию, потом считывает и сравнивает, второй записывает, считывает и так дальше. В один и тот же буфер. Представьте себе, что два теста записывают в разных условиях одинаковую информацию, а потом сравнивают. И первый тест прошел, а второй, вообще говоря, нет, информация не записалась. Но если буфер не очистить перед этим, там останется старая информация, такая же. И он внезапно пройдет. Поэтому принято вот эти фекстуры. Сначала сетап разворачивать, а потом отрывать. Тир-даун. К каждому тесту фекстура разворачивается и отрывается. Разворачивается и отрывается. Вот для того, чтобы исключить эффект последействия, все те данные, относительно которых вы должны быть совершенно уверены, что они чистенькие, свеженькие, никто их не похакал походу, они все должны быть выносимы в фекстурах. Ну, а еще фекстура – это очень удобная штука. Мы попробуем в следующем семестре на питончике про это поговорить. Это очень удобная штука для того, чтобы сложные структуры данных подготавливать, а потом побыстрее на них много раз теститься. Тест-сьют, как уже было сказано, это такой набор тестов, который работает на примерно одинаковых фекстурах. Ну и вот тут еще может быть… А, ну вот, пожалуйста. Сетап – это подготовка фекстуры, а тир-даун – это отрывание фекстуры. Ну вот. После чего вы все это запускаете, ну и смотрите. Отдельная тема еще – каверидж, но мы про нее посмотрим. Вот. И очевидно, что даже если вот этим всем мы сейчас будем заниматься, то на это хватит целой лекции и рассказывать про всякие волшебные штуки, типа системное тестирование или там приемочное, и даже про continuous integration. Вот. Я не стану просто потому, что иначе это будет просто называние каких-то слов, и давайте перейдем к следующему камеру. Прежде чем начать конкретный фреймворк, который называется Check, давайте немножко переключим вид деятельности, зайдем в репозиторий с примером, и в этом репозитории с примером повторим то, что я делал в этом репозитории. Заодно немножко посмотрим, как в реал-лайфе, ну или в чем-то похожем на реал-лайфе происходит обмазывание тестами уже готового кода. Если, допустим, вы не писали ваш код так, что у вас тесты пишутся одновременно с кодом, а еще бывает такая штука test-driven development, когда сначала пишется комплекс тестов и комплекс стабов, которые на этих тестах падают. И это нормально. А потом идет разработка, и с каждым этапом разработки все меньше и меньше тестов падают. А в идеале, в конце концов, не падает ни один. И это, в общем, интересная такая фича, интересная такая задумка. К сожалению, она... Эта задумка хороша только тогда, когда вы заранее знаете... Когда вы заранее знаете, к чему прийдете, то есть вы точно знаете, что вот этот комплект тестов действительно покрывает нужные вам возможности. А в остальном это, в общем, не очень плохая вещь. Вот. Значит, давайте мы... У меня тут есть уже сегодняшний... Вот я сегодня готовился. Но давайте мы это все-таки с нуля попробуем начать. Я не уверен, что это получится быстро. Но мне кажется, что если я буду копипастить какой-то код с адской скоростью, то это будет еще более непонятно. Так что давайте попробуем. Значит, что за исходный код мы возьмем? Значит, есть такой чувак в интернете. В интернете кто-то не прав, а кто-то прав. Который... Вот он. Он такой странный дядька. Он поклонник... Значит, во-первых, он все распространяет свои исходники. Он распространяет довольно удивительные лицензии, которые называются Unlicense. Вот. Полный отказ от каких бы то ни было прав на этот исходный код. Вот. Ну, соответственно, видимо, это его успокаивает и позволяет ему отказываться еще и от ответственности, что правильно. Вот. И у него есть библиотека, которая генерирует идиотские имена фэнтезийных персонажей. Вот типа таких или вот таких. Вот. Как видите, он очень любит апострофы, но совершенно не обязательно там апострофы. Довольно дурацкий. Причем они как бы повышенной степени дурацкости. Там можно, например, вставлять обидные прозвища в середину имени. Вот. На, видите, языках программирования C, C++, Eclipse, JavaScript, Perl и TypeScript. Ну, вот мы возьмем чишный, естественно. Вот. И выяснится, что этот товарищ вообще-то поклонник идеологии библиотеков складывается в хедер. У него все в ваш файле лежит. Да. Что? Хедер в лабрии. Вот. И вот это-то мы будем переделывать, потому что, конечно, это немножко такое. Вот. У него и тесты самописные. Вот у него есть пример, а в примере прямо тесты. Причем такие, знаете, вы увидите. Короче. Вот эту фигню мы сейчас будем с вами переделать, потому что так, конечно, дела не делаются. Нормально. Если вдруг мы затупим и начнем, что-то будет не так. У меня тут в соседнем каталоге тестинг с маленькой буквы. Уже от тестирования вся та же самая штука. Я сегодня все дел готовлюсь. Значит, давайте мы сначала прямо вот весь этот исходник склонируем. Вот. Заберем оттуда. Вот так вот. А это все удалим, но нам не нужно. Вот прям вот. У тебя с ним гетанит. Вот эта штука, она уже прямо сейчас может работать, потому что у человека... Он все-таки, ну, нормально умеет программировать на си. Вот. Сейчас. Тут есть... Давайте подглядим. Там совершенно абсолютно невменяемый синтаксис задания этих самых идиотских имен. Вот. Вот. С, В, И, допустим. Короче, вы меня поняли. Это правда. Вот видите, как это, оскорбление, дурацкое имя. Слово пригодное для создания дурацкого имени. Вот. Ну, в общем, человек явно что-то знает про фэнтези мир. Да, вот. У меня в примере, кстати, есть шаблон, по которому получается относительно неидиотское имя. Но мы к этому еще придем. Важно, что оно работает. Вот. Давайте теперь, как настоящие, как честные программисты, начнем все это обмазывать системой сборки. Потому что, ну, этот makefile самодельный, вот это все, это, конечно, хорошо. Но чем больше у нас будет инструментов, которые мы хотим на это намазать, тем сложнее монтанить один страшный makefile. Первым делом предлагается, в примере, предлагается перейти на автокон, конечно. Вот. На автокон. Сделать конфигуряк. Вот. И makefile in. Давайте сделаем. Значит, во-первых, запустим автоскан. Да. Вот. Сделать конфигуряк. Он совсем простой там. Ничего особенного нету. Хотя, как видите, он, например, нашел вот такой тип, проверку на тип вставил. Автоскан. Или вот такие клюдники нашел. Ну, в общем, достаточно. Достаточно разумно подошел к нашему тексту. Это у нас будет называться наимген. Поскольку версия 0.01. Поскольку у него прекрасная лицензия unlicensed, я могу смело писать себя. Правда, здесь, как видите, не автор, а баг-репорт. Так что я даже чисто морально ничему не обязан. То есть, ну, как бы я не выдаю себя за автора этого кода. Вот. Значит, да. И ничего тут больше нету. Кроме того, что, может быть, надо сделать еще обычный makefile. Обратите внимание, что мы пока не используем автомake. И это значит, что мы не можем писать makefile.im. А мы можем, как полагается, помните, что когда мы говорим config files, это значит, что тут будет файл с точкой in. Из этого профиля точка in. Автконф будет генерить уже профиль просто. Ну, вот, значит, нам нужно завести файл makefile.in. Makefile.in. В котором мы прямо вручную вызовем что-то типа вот такого. Make-c.src. Вот как-нибудь так сделаем. И, соответственно, здесь вот makefile переименуем в makefile.in. Вот. Ну и тоже его немножко доредактируем. Хотя там, кажется, ничего редактировать не надо. Там все и так хорошо. Видите, вот это на самом деле довольно простенький файл. Проблема как раз в том состоит, что когда мы будем обмазывать всяким инструментарием, он будет сильно разрастаться, если не использовать... А, вот еще demo. Demo, смотрите. Demo. Давайте еще demo сделаем. Demo, как случится. Во. И это как раз тот самый... Слушайте, а мне кажется, или я сделал... Секундочку. Ну ладно. А, может быть и не надо. Да, так вот, значит, не этот. Вот этот. Вот. Ой, только здесь надо убрать вот это. Вот. Вот эта вот штука как раз сгенерирует нам достаточно приличное имя. Сейчас мы увидим. Абсолютно птичий язык. Да, значит, здесь мы... Это просто авторский makefile. Но даже вообще, по-моему, не трогаем. Давайте посмотрим шпаргалку. Оставим, как у автора было. Это конфигуряк. All name gen мы сделали. А, ему all нужен. All им нужен. All. Он нужен all, потому что у конфигурии там будет target all. А здесь таргета all нету. И поэтому он ничего не сумеет. Ну, вот так вот. Вот. Мне кажется, что этого прям чуть ли не достаточно для того, чтобы все собралось. Ну, давайте посмотрим. Конфигуряк. Makefile. Sfc. Makefile.in. Вот. Ну, давайте сделаем так. Сейчас. Да. Остальное удаляем. Второй. Чего? А, конфигурию. О, ну вот. Да, значит, мы обмазывали эту штуку для начала автоконфом. Без автомейка. Да, просто теперь у нас makefile генерится не из makefile.m, а из makefile.in, как любой конфиг-файл. Да. Ну, вот он даже работает. Можем даже сказать make. Чего там, демон. Вот. Вот. Вот это вот вполне себе фэнтезийное имя с точки зрения автора. Вот. Давайте еще одно сгенерим. Ну, вот. Пельмешек какой-то. Вот. Значит, ну вот. Теперь давайте продолжим наше издевательство над этим текстом и сделаем что? А, значит, тут... Сейчас мы найдем на автора в очередной раз. У автора есть вспомогательный скрипт, который называется tablegen. Вот. Который генерирует таблички. Вот они. Для этих самых его представлений о том, какие символы чего означают. Вот. И мы с удивлением обнаружим этот tablegen в его вот этом хедере. О! Очевидно, что поскольку мы теперь умеем в makefile, эту штуку надо сделать генератором. Ну, потому что зачем вот этот текст с собой таскать, если он все равно генерируется? Вот это все. Вот. Поэтому предлагается сделать генератором этот самый tablegen. То есть убрать отсюда вот это, вот это, а сделать их глобальными статическими переменами, которые будут инклюдиться из соответствующего файла и вот это. Потому что, ну, я не умею, это страшно. Такой код читать страшно, мне от него не уюхно. Да? Значит, назовем его, давайте посмотрим, как это в шпаргалке сделано. Назовем его const.h. Вот. Заинклюдим его вот тут. Вот тут. Include const.h. Только не системный, а локальный. Вот. А еще генерат нужно сделать, да? Генерат этого const.h. Вот сюда вставить, что он... Значит, во-первых, что генерируется const.h. const.h. Зависит он от tablegen, потому что фиг знает, как он там запускается. Python 3. Да мы можем даже вот так написать ради развлечения. Интересно, я так же сделал в прошлый раз. Да. Вот. Ну и, может быть, стоит поставить зависимость нашего... Нашего чего? От const.h. Потому что он может меняться, и для этого... После этого нам надо перегенерять. Вот. Вот. Мне кажется, что это все. Да? Теперь у нас сначала, поскольку у нас теперь стоит зависимость, будет сгенерен const.h. Зато в нашем менген.h и не будет вот этого мусора. Вот. Пробуем. Сейчас. Для начала вид статус. Вроде бы ничего не нужно. Так. Не хочет. Синтаксическая ошибка. Где? А. Там. Короче, это моя ошибка. Я неправильно переписался из шпаргалки. Так бывает. Так бывает. Правильно переписать из шпаргалки было вот так. О! Оно собралось, заработало. Все хорошо. Давайте это закоммитим. Ну вот. Тут покажется, ничего нового мы не делали. Теперь предлагается что делать дальше. Дальше предлагается автомейт. Ну, доколе мы будем эти makefile.in и страшные руками делать. Дальше предлагается автомейт. Что предлагается сделать в автомейке? В автомейке предлагается, ну, включить, естественно, в конфигуряк соответствующую настройку. Сейчас мы ее включим. Вот. Вот она. Включаем в конфигуряк соответствующую настройку. Помним, что у автомейка есть некоторый искусственный мозг, который бинарник генерирует по имени исходника. Поэтому мы сейчас в исходнике переименуем вот этот examples, переименуем его в namegen. Только gitmv. Вот. И тогда мы, да, переименуем makefile. А, да, makefile.in можно даже назаново переписать, потому что он не так уж похож на тот, который был. Он выглядит вот так теперь. А можно и не переписывать. Давайте сделаем так. makefile.in, 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 естественно. Теперь у нас все через автомейк. Вот. Редактируем этот makefile.in. Что нам нужно сделать? Это нам не нужно. Это мы и так. Это тоже никому не нужно. Это тоже никому не нужно. Это тоже никому. Вот это нужно, потому что это наш родимый этот самый. Можно написать что-то типа binprograms. Binprograms равняется namegen. Вот. Исходник на namegen.c у нас есть. Да, значит, что там еще? Это все не нужно. Прям все не нужно. Тоже не нужно. Чек авторский. Клин наш. А, клин тоже не нужен. О, смотрите-ка. Давайте сравним со шпаргалкой. Ну, кажется, что... А, вот еще вот зависимость надо еще поставить. Надо поставить зависимость namegen от const. Потому что, если мы изменяем, перегенерируем const, то лучше бы, чтобы namegen перекомпилировался, ибо он его инклюзил. Вот. И, кажется, все. Тут больше ничего такого нет. Вот. Как видите, после перехода на автомейк, объем makefile.am сильно уменьшился, и он будет продолжать не очень большим быть, несмотря на то, что будем напихивать туда, скажем, терты сейчас. Вот. То же самое надо сделать с makefile.git.mvm. Makefile.am. Get.mvm. Makefile.am. In. Makefile.am. Вот. Здесь тоже ничего не нужно. Ничего не нужно. Вообще ничего не нужно. За исключением того, что надо включить туда указание автомейку, что у тебя есть под каталоги. И где это указание автомейку? Оно какое-то очень тупое. А. В этом примере я его сделал чуть раньше. Ну, вот здесь вот я его сделал. Ой, это страшный пример. Это конец нашего примера. Ща. Вот здесь. Да, сам дирс, конечно. Вы правильно говорите. Вы просто помните, а я не помню. У вас мозги лучше работают, у меня хуже. Ну вот. А, по-моему, больше ничего не надо. Вот это все. Давайте посмотрим git-статус, чтобы выяснить, нет ли у нас... Нет у нас, да? Тогда давайте... Сейчас. Git. Попробуем пересобрать все. По идее все должно... Can't find sources. А. Он называется теперь не example. Он теперь называется... Конфигуря... Он теперь называется... Здесь он называется name-gen, да? Пую! Вот это я сделал зря. Вот. Только вот makefile.am надо добавить. Так. Все. Здесь больше ничего не надо. Да. А, еще удалить ram-magfile.in и src-magfile.in. Git. Чего? Минус f. Не хочу. Да, вулки-мамоталки. Что-то я не то сделал. А нет, вроде нормально. Хорошо, давайте не так сделаем. Давайте сделаем git commit. Сейчас git clean. Если что-то не понравится, переделаем. Да нет, оно работает. Вот. Zuffer Color Dumplings. Нет, Cloron Dumplings. Ну, я ни при чем. Почему он считает слово Dumplings оскорбительным автором, я не знаю. Вот. Ну, пельмени-пельмени. Окей. Это что было? Это мы добавили автоконф. Теперь мы уже близки к тому, чтобы начинать писать тесты. Собственно, у нас тем-то было протесты. Если кто не забыл. Вот. А, нет. Есть еще одно издевательство над автором. Нам нужно перетащить в библиотеку. Нам нужно создать файл LibNengen. Нам нужно вынуть, наконец, из этого аж файла библиотеку. А то мы потом ее потестить нормально не сможем. Вот. Вот. Соответственно, берем этот namegen.h. Да. И оттуда вырезаем, в общем-то, почти все. Ну, давайте сохраним ее сразу. LibNengen.c Вот. Это у нас LibGen.h, в котором ничего нету. Вот. Мне кажется, что это все, что нужно в namegen.h засовывать. Мы сейчас проверим. Вот. А в LibNengen.c наоборот. Удаляется вот это. Вот это. И делается include LibNengen.h. Только еще вот здесь яндв. Вот. Давайте проверим. Мне кажется, ничего такого больше с исходниками делать не надо. Да. Ну. Makefile это понятно. Констат не нужен. И все. Да. Единственное, что нам нужно поменять. Поменять makefile.am. Вот. На то, что он теперь. Да. Значит, пока что это вообще не библиотека. Пока что это просто сборка из двух файлов. То, что у нас было в самом начале семестра. Вот. Что мы здесь делаем? Мы говорим, что у нас есть у LibNengen.c. Два файла. LibNengen.c и LibNengen.c. Вот. Да. И меняем зависимость. Вот здесь вот. LibNengen.c зависит от констаж. Вот. Кажется. Даже можно точка О. Потому что мы же его не генерируем. Вот. Кажется, все. Мне кажется. Ну, давайте попробуем. Значит, во-первых, git статус. Ничего мы такого не добавили. Констаж мы добавили, конечно. Git add. Что? Громче? LibNengen добавили. LibNengen.c. А, нет. Constаж от генерал, да? LibNengen мы добавили. Вот что мы добавили. А Constаж от генерал. Который. Вот он. Это генерал. А LibNengen мы добавили, действительно. Вот. Значит. Git commit. Минус m. To files. Вот. Дайте еще раз на всякий случай. Минус а минус m. Вот. Давайте еще на всякий случай посмотрим. Git status. Вроде ничего не могу. Так. Не собралось. Include constage. Constage. Нет такого файла или каталога. Почему? Зависимость не поставили. Да? Да. Давайте посмотрим. Похоже, что да. Похоже, что надо было оставить. Вот. Нет. Почему? А! Не понимаю. Ну, хорошо. Давайте поставим так. Что я сделал не так? Так. Давайте подглядим в шпаргалку. Потому что времени размышлять у нас нет. Вот. Так. Никто нам ничего не подсказывает. Что мы поправили немгем точкой h? Да? Давайте посмотрим шпаргалку. Смотрим шпаргалку. Так. Немген h. Constage тут не отсутствует. Зато есть вызов функции. Кстати, это хорошая идея его туда вписать. Да? Это та шпаргалка. Сейчас. Давайте еще раз. Да. Это та шпаргалка. Здесь constage отсутствует. В немгене нужен только немген h. В либнем гене нужен немген h и constage. Давайте проверим, как мы это сделали. Наверняка мы что-то не так сделали. Кстати, да. Кстати, надо теперь описать. Этот самый. Надо. Как это называется? Сигнатуру функции-то надо вставить в ваш файл. Вот это наша функция, которая у нас теперь в немгене сидит. Было бы не дурно ее сигнатуру-то сюда вставить. Вот. А то мало ли что. Да? Так. Си немген h. О! А вот здесь вот надо constage вставить. Да. Вот что мы забыли. Константы-то надо куда-то вставить. Мы как бы смело их оттуда выделили, а потом смело их туда не записали. Так. Да что ты мне тут ругаешься, солнышко? Перестань ругаться. А! Static int. Так. А почему в одном месте она статик, в другом не статик? Действительно. Спасибо, дорогая. Так, пробуем. Где-то еще один статик просочился. Где еще статик? Ой, а что-то у меня тут два раза. А! Это вообще... Вообще не то. Вот. А вот тут она статик. Это у автора, он два раза был описан. Вот. Захакали. Даже работает. Сборка из двух файлов работает. Значит, мы переделали функцию из статик в публичную, потому что это функция, которую нас экспортирует наша библиотека или в Менгейн. Будет экспортировать. Мы убрали, там у автора была сигнатура прямо в сишном файле. И она же. Да, мы эту сигнатуру перенесли вот сюда. И все вроде бы даже работает, даже вон, видите. Хорошо. Коммитим. Вот. Те же самые два файл. Два two files. А вот теперь настала пора все-таки потестировать все это безобразие. А то, что же это мы без молока и без молока. Как говорил о кот Матроске. Значит. А, нет. Давайте еще сделаем из нее библиотеку с помощью липтула. А уже потом начнем тестировать. Потому что иначе будет не очень понятно, кто вообще на ком стоял. Да, липтул будет в этой домашке. Он будет довольно простой. Вы возьмете другой код того же чувака. Вот. Да. Значит. То есть там не нужно будет ничего самому делать. Надо будет просто распилить чужой свой. Да. Значит. Это немножко ой, я согласен. Но это такой ой. Посидел и распилил. Об библиотеку. Липтул. Поскольку мы с липтулом уже разбирались. Давайте вместо того, чтобы пытаться все это еще раз наинтуитить. Просто посмотрим шпаргалку. Просто посмотрим шпаргалку. Мы хотя бы будем понимать, что там написано в этой шпаргалке. Ну, во-первых, нам нужно включить липтул. Ну, вот. Липтул включить. И просто включим липтул. Какие проблемы. Вот. Во-вторых, нам нужно модифицировать makefile.am на использование библиотеки. Ну, не такая уж проблема. Мы все это с вами можем. И он от этого только уменьшится. Ну, или, по крайней мере, размер его особо не изменится. Хотя он все-таки увеличится, но он размер не изменится. Итак, у нас namegen теперь опять просто namegen. Зато есть что там? LibLipToolLibraries. Вот он вот так называется. LibLipToolLibraries. Давайте прямо скопипастим. Чего? Тут четыре строчки. Их можно было и написать. Вот. Да? Значит... Ой. Что здесь написано? Здесь написано, что у нас теперь будет библиотека под названием LibNamegen. LibNamegen с использованием LipTool. Вот. Это вот так, как и было. Вот. И при сборке нашего Lib... При сборке бинарника под названием LibNamegen добавляется библиотека LibNamegen. Вот и все. А дальше, по-моему, ничего не меняется. Вообще ничего не меняется. У меня такое ощущение, что оно прямо сейчас соберется. То есть, переход на LibTool оказался вот в одном кадре. В одном кадре. Вот. Кажется, это именно так. Давайте пробовать. Причем, смотрите, нам, как мы знаем, LibTool нам накачивает кучу всякого барахла липтульного. Вот этот LibNamegen – это не бинарник, а скрипт. А бинарник лежит в точке Libs. Вот он. Вот он. Вот. И при попытке его отлазить, он говорит, что LibNamegen not found. Вот. А это вообще такой скрипт. Сейчас, LTE на именген. Вот. А вот при попытке запустить специальный бинарник LTE на именген, он даже находит, потому что в нем прибит гвоздями вот этот R-path. Вот. Он прямо там ищет библиотеку. Это специальный... Вот, короче говоря, LibTool, насколько вы помните, с прошлого раза, это специальный инструмент, чтобы нам не заморачиваться в сетьми LTE-Labry Pass, всем вот с этой ерундой. А он сам все сгенерит. У нас на именген работает. Смотрите. Работает. Так. Какой там был параметр? Восклицательный знак – это большая буква вначале. Давайте уберем... Вот. Чиз. Почему чиз? Ну, хорошо. Чиз и чиз. Вот. Смотрите, ну прямо имя какое-то, действительно. Да. Ну вот мы его залептулили. Я вспомнил, что у меня была такая комитеза. Я уже готовился к этой лекции. Все, пора все-таки начать тестировать, наконец. Нет, полчаса осталось нам на тестирование. Но я надеюсь, что этот час мы провели не зря. Тем более, что про тестирование чуть-чуть рассказал. Итак, мы с вами используем для тестирования штуку, которая называется «Чек». Это довольно древнючая библиотека, фреймворк для тестирования на «Си». Вот. Как видите, у него даже сайтик такой слегка архаичненький. Но не самый такой, не 90-е. Вот. Как видите, довольно давно, последний раз она релизнулась до ковида, что называется. Да вот. Нет, во время ковида. Но, тем не менее, это весьма и весьма развеситый фреймворк, у которого, например, есть поддержка очень многих систем сборки. Не только автотул. Он есть и в Симейке. Он, кажется, есть и в... То есть, он точно есть и в этом самом... Для Симейка и для Мизона. Проблема в том, что в Симейке, например, свой собственный инструмент тестировали. Вообще собственный. ЦТест называется. Вот. Совсем собственный. И с ним он работает гораздо лучше. А это прям совершенно стендилоновая штука «Чек». Вот. Давайте мы еще раз пройдемся по тому, что... Да. Значит, язык программирования «Си». Поддержка разных всяких протоколов. В частности, такой древней штуки под названием «Test Anything Protocol». Я не добрался, к сожалению, до нее. А в принципе, это означает, что вы любой тестовый фреймворк можете прикрутить к любому анализатору тестов, который поддержит тот же самый «Test Anything Protocol». Вот. Я этого не сделал, хотя, может быть, имеет смысл это сделать. Ну, в общем, не сделал. Самостоятельно почитайте, как встраивать, если вам понадобится что-то неравное тому, что мы будем делать сейчас, как встраивать в AutoTools чек. Потому что мы сейчас просто опять зайдем в шпаргалку и оттуда тупо перепишем. Так быстрее. Напоминаю, что, значит, у AutoTools есть свое представление о том, как работают тесты. И мы сейчас прямо, смотрите, что сделаем. Мы сейчас никакого чека даже использовать не будем, а просто напишем «Test». В каталоге «Tests» сделаем там makefile.am, в котором напишем что-нибудь, ну, такое крайне тупое, прям совсем тупое. Вот этот тест, который просто определяет, что при сборке этого теста, тест определяет, что при сборке этого теста есть переменное или непеременное имя NMGEN. Если мы собрались с библиотекой, в которой есть функция NMGEN, NMGEN не будет равен 0. А если мы собрали без нее, NMGEN будет равен 0. Вот. Вот сейчас мы это и проверим. Это не my file.am, это, извините, dummy.c. Значит, вот такой тестик, да, который просто ассертает, ассерт h – это стандартная функция c, которая просто ассертает, что NMGEN неравен. Вот. NMGEN h – это наш NMGEN h, с которым надо собирать на всякий случай, потому что мы можем в тестах использовать разные функции. Вот. Он показывается красненьким, потому что его не существует пока что. Ну, а makefile.am вообще выглядит до безумия примитивно. Обратите внимание, что наличие строки tests сразу запускает в автомейке, в машинерии автомейка создание целого вот этого дерева для автоматического тестирования. И у вас будет работать makecheck. Вот. Соответственно, мы можем написать вот так вот. Тут ничего нового нету. Мы собираем программу под названием dummy. У нее include-ники, вот тот самый NMGEN.h, ищутся вот здесь вот. А библиотечка LDAT ищется вот здесь вот. Поэтому вот ничего такого нету в этих тестах. Вот. Когда мы перейдем, собственно, на чек, тут будет еще меньше строчек. Вот. Потому что… Вот. Ну вот. Собственно, вот это вот мы все сделали. Осталось только в makefile.am вписать, что у нас еще есть… не здесь, что у нас еще есть tests, и у меня такое ощущение, что это все. Оп. Что-то он не хочет собирать tests. Нет файлов. А я все делал, смотрите. А! Знаете, что не надо делать? Что надо делать? Надо добавить его сюда. Не сюда. Не сюда. Конфигуряк. Надо добавить генерирование makefile. Да. Конфигуряк, я сказал. Нет. Вот. Почему мы сюда его не вписали? Да? Вот. Вот это надо сделать. О! Давайте посмотрим, что у нас будет чек. Тут нас ждет один неожиданный сюрприз. Вот это – это авторские тесты. Это знаете что? Это программа, которая называлась example, которую мы переименовали, запущенная с опцией минус-минус-чек. Вот. Я взял эту штуку. Чего? А! Да нет. Да, это он имя такое сгенерировал. Магия ж магия. У него есть такая подковерная опция. У автора очень много тестов. Я поэтому выбрал этого автора, потому что у него есть тесты не нулевые, которые можно просто перенести один к одному в наш тестовый фреймворк и задействовать. Мы, я думаю, успеем сейчас еще сделать. У нас еще полчаса. Вот. Но мы хотели не этого, мы хотели мейк-чек сказать. Обратите внимание, что вот он, что вот вся вот эта вот красивая выдача – это реакция автокрэпа всего этого, автофтулсов на наличие переменной tests, потому что он теперь их запускает. Вот он его один и запустил. Вот он, этот тест. Вот. Но это безо всякого чека. Просто мы теперь умеем еще и в тестах. Давайте посмотрим git-статус. Modified, modified. Ну, короче, можно git commit минуса минус м дамми-тест декомиджи. Вот. Теперь все-таки давайте привинтим туда чек. Чтобы привинтить чек, на самом деле не так это просто сделать, потому что всякий юнит-тест – это все-таки некоторый фронт работы. Вот. Давайте посмотрим, как они это делают. Самый простой вариант. Что, плохо видно? Ага. Давайте посмотрим, как они это делают. Сейчас, давайте еще выше. Чек. Tutorial. Basic. Win-testing. Тут очень подробно рассказано, как создавать тест. Прямо пошагово. Вот. Вот предполагается, что мы сделаем следующее. Что мы будем использовать этот самый тест. Что мы напишем такую программу, в которой будет создаваться... Ну, тест. Нет. Ну, это, кажется, еще дальше надо дойти. Вот. Нет, это аж файл. Да, что мы напишем такую программу, в которой будет создаваться тест. И напишем main, напишем suite, в котором будет вызываться, создаваться, соответственно, тест-кейс. Добавляться туда. И допишем main, в котором будет уже все это собираться вместе. То есть, в принципе, довольно много шагов нужно проделать, чтобы даже один тест запустить. Но давайте мы это сделаем. Заодно подглядим просто в шпаргалке, как это устроено. В действительности не так уж это и сложно. Вот. Вот так выглядит этот тест. Давайте на него прям глянем одним глазом. Вот. Значит. Вот это один-единственный тест. А это к нему main, который все делает. Создает suite, создает кейс, создает раннер. Добавляет кейс в suite. Добавляет тест в кейс. Да. Тест – это однократное тестирование. Тест-кейс – это набор тестов. Suite – это набор наборов тестов. Вот. Дальше запускает раннер. Дальше его нас освобождает, потому что раннер сначала туда, потом сюда. Вот. И дальше возвращает ноль или не ноль в зависимости от того, раннер прошел или нет. Вот такая минимальная штука, которая я, с вашего позволения, тупо скопипаща. Потому что она все-таки большая, эта минимальная штука. Мы эту минимальную штуку сейчас минимизируем. Вы не пугайтесь. Все бывает несколько проще. Хотя и несколько извращений. Вот. Значит. Итак. Вместо... Вместо dummyC мы делаем вот такой тест. Да. В котором, напоминаю, создается suite, создается тест-кейс, создается раннер. Потом, значит, созданный нами тест с помощью макросов. Вот такого специального макроса добавляется. Ну, понятно. Кейс добавляется в suite. Тест добавляется в кейс. Запускается раннер. Проверяется его результат. Вот. Что нужно сделать с makefile и с конфигуряком? Давайте посмотрим. Значит. Конфигуряк. А, кстати. Кстати, кстати, кстати. Что сделать с конфигуряком? Вот. Например, в нашем дистрибутиве, которым мы пользуемся на тестовом сервере, на сервере практикума, ну, вот этого практикума, есть липчек, а у липчека есть документация, а там есть прям makefile.am и конфигуряк с примерами. Да? Вот. Вы можете прям поглядеть, как люди это делают. Ничего не нужно. Нужно только включить проверку, что есть чек с помощью pkg-конфига. Помните про pkg-конфиг? Это такой маленький инструмент, существенно меньше, чем вот здесь есть автокреп, который позволяет проверять, с какими параметрами, довольно разнообразно, с какими параметрами нужно, например, компилировать программу на C, если она собирается с библиотекой чек. минус, 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 сифлакс. Двадцать. Никакими. А если includes... Кстати, он не умеет слово includes. Да, это сифлакс. А если минус, минус, липс, например? Минус, липчек. Вот. Нашу штуку надо собирать с липчеком, тогда она... А, инклюдирована называется. На эту штуку надо собирать с липчеком, тогда все вот эти вот свойства чека будут работать. Ну вот. Соответственно... Да. Теперь посмотрим на конфигуряк. В конфигуряке написано буквально следующее. Это я смотрю в конфигуряк от самого пакета чек. Проверим, что пакет чек. Давайте проверим. Что? Что нам стоит? Так. Да. Давайте проверим. Сюда. Вот. Давайте посмотрим, как это было в шпаргалке. Ну, думаю, что примерно так же. Ну, только я версию не проверял. Давайте мы здесь не будем проверять версию, а то мало ли что. Вот. Значит, достаточно с помощью pkg-конфига запустить pkg-конфиг. Он проверит, есть ли там библиотечка, есть ли нужные инклюдники. Все, что там pkg-конфиг советует, автомейк развернет в такую массовую проверку. Мы это сейчас увидим в лоб. Вот. Что еще нужно сделать? pkg-конфиг проверили. А, тесты. Тесты переделать под чек. Поскольку мы включаем чек, мы можем сказать чек-программс. Вместо bing-программс. Чек-программс. Вот. И, кстати, мне кажется, к пакету чек это отношение особо не имеет. Вот. Это где? В тестах. Тест с makefile.im. Вот вместо big-программс. Чек-программс. Вот. И что? А, чек-флагс и чек-липс. Да? Помним, что надо собирать с правильными параметрами наши. Это все-таки имеет отношение к чеку. Вот. Мне кажется, что это все. Давайте посмотрим шпаргалку. Это мы только что сделали. Да, кажется, это все. Смотрим. Modified. Оп. Так. Ну вот. Значит, что сейчас предположительно произойдет, если не обломится? Вот. Смотрите, какая штука. У нас теперь наш код теста собирается с библиотекой чек. Вот этот тест даме, кстати. Я вангую, что он скрипт, потому что ликту. Вот. Вот. Да. Теперь мы используем специальную методологию чек. Наш даме написан на ней. Да? Давайте еще раз посмотрим на него. не даме. Не даме. Не даме. Тест. Даме. Точка си. Вот. Вот. Ну вот. Но чего-то многовато написано. Вот. Тем более, что такое ощущение, что реально мы... Кстати, здесь надо написать что-нибудь другое. Здесь же можно написать... Знаете что? Можно выбрать... Сейчас, погодите. Почему я этого не сделал? Давайте попробуем в следующей... Секунду. А, потому что я сделал вот так вот. Мы могли бы сделать вот так вот. Смотрите. У нас же есть теперь чек. Давайте сделаем это по-правильному. У чека есть довольно большой набор... Большой набор внутренних ассертов. Предназначенных для тестирования. И мы прямо что-то черным по белым пишем. Проверим, что вот этот поинтер не нул. Вот. Все есть. Там их довольно много, этих ассертов. Документация по чеку. Давайте проверим, что так тоже работает. Да. Вот он его скомпелял. Вот он проверил, что это не нул. Все хорошо. Вот. Так, так, так. Вот. О-о-о-о. А, это антрекет. Антрекет. Да. Значит, мы бы... Эту повесть по старушку можно дальше продолжать. Но у меня есть идея была. Перейти на такую фиговину, которая называется чек МК. Это совсем уже такой наколенный скрипт, которым очень много народу пользуется. Не сюда. Вот сюда. Совсем уж наколенный скрипт чек МК. Написанный, кстати, на АВК. В те поры, значит, когда еще на АВК писали. Который вот эту вот всю машинерию, вот эту, вот эту превратит в генерал. Здесь нету ничего из того, что нам бы было интересно писать руками. За исключением, быть может, названия всех этих тест-свитов, тест-кейзов и тестов. Соответственно, мы можем сделать что? Мы можем вместо всего этого безобразия... Тут есть одна неприятность, сейчас вы ее увидите. Короче, удаляем этот dummyC, потому что в нем только одна строчка важная. Вот. И пишем тест под названием dummy.ts. Только это не TypeScript, как решил Vim. А это C. С копипастим пример прямо из шпаргалки, потому что он очень короткий. Он реально короткий. Шпаргалка, шпаргалка, да, не TypeScript. Только он не TypeScript. Вот. Видите, этот самый... SourceHUD тоже думает, что это TypeScript. И обозначает красными квадратиками ошибочные строчки. Ну, вот. Что мы здесь сделали? Мы говорим, пофиг, как называется test-suit. Пофиг, как называется test-case. У нас есть один тест dummy. Запусти его, пожалуйста. В этом тесте dummy написано ровно одно. Проверить, что namegen не нул. Все. Вот максимум, что нужно сделать. Единственное, что нам теперь нужно сделать, это сгенерировать из этого dummyTS вот такой красивый файл на хи. Узнаете, да? Вот start-test, end-test. Вот это наша проверка. Вот suite, вот case, вот runner. Ну, будем честны, когда я делал пример к лекции, я так и сделал. Я написал ts-файл. Мне было лень все это писать. Я написал ts-файл, сгенерил его, поредактировал. Ну, вот. Если вы захотите пользоваться, писать без чек-мк, в документации по чеку, там довольно хорошо написано, как без него обойтись. Очень пошагово. То есть, вот сидите, читайте медленно, но когда дойдете до конца, вы будете все понимать. А мне было лень, я хотел начинать по-быстрому, и вот так мы сделали. Вот. Соответственно, вот. И мы берем тогда... Нам придется самому, самим написать, да, самим написать что-то типа 2.c из 2.ts до чек-мк. Вот. Это где мы? В тестах. Все правильно. Да, генератор. Самим делать генератор. Вот. Теперь у нас все, кажется, готово, и теперь мы можем даже воспользоваться вот, воспользоваться всей этой мощностью. Сейчас увидим. Вот он переконфигурировался, пересобрался. Вот. Сгенерировался. Давайте посмотрим. Я обещал посмотреть, как конфигуре проверяет, что есть, что есть pkg-конфиг. Вот он проверил, что есть pkg-конфиг. И проверил, что есть чек от него. Вот. То есть, когда мы сказали, дорогой, проверь pkg-конфигом, что есть пакет чек, он запустил, во-первых, проверил, что есть pkg-конфиг, а во-вторых, проверил, что у него есть соответствующие библиотеки, там, вот это все инклюидники. Вот. Да. Так вот он, значит, сгенерился. Сгенерился. Где он тут? Только что мы это видели. Вот. Сгенерился наш тест. Наш тест запустился и прошел. Вот. И даже мы знаем, как он выглядит. Мы уже подглядели, как он выглядит. Это дамми. Вот. Красиво, годный тест. Так. А вот теперь мы знаем, что можем делать. Совершенно ничтоже сумняшися. Берем вот эти авторские тесты, которые он... Сейчас покажу, как оформил. Это, конечно, такой, ну, классика хардкора. Вот. Смотрите. Вот это макрос под названием тест, который выводит то зеленым цветом, то красным. Вот. На линоксовых терминалах больше ни на чем. Да. А вот тесты. К чести автора надо сказать, что тесты довольно аккуратненько оформлены. Настолько аккуратненько, что мы можем просто вот каждую такую пару скобочек переносить к нам в TSU и говорить, это тест такой-то. И все будет работать. Сейчас мы так и сделаем. Назовем их тестами upstream. Тест. Вот. Перенесем туда инклюдники вот эти, потому что мы не знаем, мы не знаем, что именно им понадобится. Может быть, может быть, какие-то из этих инклюдников лишние, но без разницы. Вот. Что там еще? А давайте подглядим шпаргалку, чтобы время сэкономить. Но там, в общем, все достаточно аккуратно. Это можно закрыть. Шпаргалку. Вот. Автостские тесты. Мы все автосты не будем переносить. Они все переносятся. Верьте мне. А, мы их чего? Мы их удалим из... Мы их удалим из... Наконец-то удалим из основного кода и перенесем в тест. Вот. Тут мы сделаем... Да, вот все вот эти define тоже надо перенести туда. Кстати, тут гораздо меньше. Только чек h и nmgen. Ничего тут не нужно. Ничего тут не нужно. В тестах фишка хороша. Достоинство тестов в том, что вообще ничего не нужно. Все эти стыды о... Ой. Все это лишнее. А что нужно, так это вот эти определения, где они тут стоят. Вот они. Вот они. Вот это нужно перенести, потому что это наша фикстура. К сожалению, автор не умеет оформлять не умеет оформлять свои... Значит, не умеет оформлять свои... свой код в виде фикстур, и я не смог это сделать, не успел просто. Вот. Может быть, в следующем году, когда все это уже будет готово, мне не нужно будет заново все это проходить, я подправлю. Потому что вот этот буфер это явная кандидат на фикстур, его надо создавать и удалять. А то мало ли что там останется лежать. Незануляемый буфер. Ну да ладно. Ну вот. Значит, подальше мы просто тупо берем и переносим код в соответствующий пары скобочек внутрь, только меняя соответствующую проверку на проверку ассерта. Вот давайте. Значит, уже как у больших мы говорим, что у нас есть тест-сьют, который проверяет саму генерацию функций. Там есть три группы тестов у автора. Те, которые проверяют саму генерацию имен, те, которые проверяют рабоспособность функций, то есть в собственном виде теста. И еще тест на пустое обращение к пустому буферу и что-то такое. Вот все их... Да. Значит, вот это у нас тест на альтерейшн. Тут внизу написано альтернейшн тест. Вот назовем его альтернейшн тест и просто тупо скопируем вот эти скобочки, вернее, все, что между ними. Вот. Зуп. Тупо скопируем вот сюда. Зуп. Единственное, что нам нужно сделать, заменить вот эту фигню на последовательность ассертов. Раз, два, три, четыре ассерта и все должны быть... Вот это должен быть нулевой, а эти три должны быть ненулевыми. Ну, вот примерно тут так и написано. Да? Один нулевой и... и, значит, эти четыре ненулевые. Вот. Так, это что? А, это я зачем-то вставил. Вот. Все! это тест. Мы просто взяли авторские тесты и один к одному перенесли, заменяя только на ассерты. Давайте еще несколько штук перенесем, чтобы у нас было два тест-сьюта, чтобы все было красиво. Значит, это был первый тест, который на альтернейшн. Вот этот тест у нас на что? На substitution. Да, значит, он будет называться substitution-тест. Вот. Да, парочку скобочек переносим прям вот из... Вот. Вот опять, видите, он, ну, как бы, у автора нет понятия фикстуры, у него фикстура встроена в тест, но мы не будем пока с этим ничего делать, не успел я. Да, здесь надо ассерт на что? На ноль, видимо, да. Давайте посмотрим. Да. Предполагается, что должен быть ноль. все, это второй тест. Вот. Дальше у автора идут тесты, собственно, на короткие, ну, короче, на работу внутренних функций. Поэтому будет у нас новый suit. Назовем его suit. Тут с большой, с маленькой буквы. Там он называется errors, ну, пускай будет, errors, мне лень думать. Вот. У него будет кейс, the case bracket, который проверяет скобочки. Вот. Разделение на suit и кейс абсолютно, абсолютно произвольнее. Помните, тест кейс это то, что тестирует фичу. Вот что вы определите в фиче, или ваш лид определил фичу. То есть, складывайте в один тест кейс. Ну вот. А дальше мы просто опять тупо копируем из автора. Причем тут совсем по одной строчке. Смотрите. Да. Значит, тест. Тест, да, там, float test. Closing bracket, да. Возможно. Я не помню, кажется, тут можно даже вот так писать, но я не помню, честно. Вот. И тупо так копируем эту строчку. Да. И какой assert? Noemgen invalid. Давайте посмотрим. Ну вот да, собственно, assert equal. поскольку скобочка не закрыта. Да. Что там еще? Другой bracket, который parent. Да. Окей. Можно даже вот так вот сделать, потому что тут все и без того closing parent. Соответственно, здесь у нас круглая скобочка. А все остальное то же самое. Давайте еще один и хватит. ну откуда-нибудь, не знаю. Вот. Вот это. Давайте скопируем еще. Это что? Deepnesting. Это называется test deepnesting. Вот. И вместо вот этой штуки нужно два assert'а сделать. Да. Что вот это равняется этому. Значит, это будет assert equal. assert equal earn against access. И что вот это равняется вот этому. И там даже сейчас покажу. Там даже просто можно сравнить. У чека есть специальный assert стр икл. Стреку. Да. Вот. Ну вот. Вот мы сделали два test-suit'а с двумя тест-кейсами даже в одном три. Да? Upstream TS. Давайте теперь модифицируем модифицируем что там у нас. Модифицируем мы к файлу.m потому что мне кажется, что сюда нужно еще сказать upstream. возможно и сюда тоже. Давайте посмотрим, но кажется я прав. Вот. Собственно да, да, да. Ничего другого не надо сделать. Мы добавили еще один test-suit в отдельный файл под названием upstream. Почему здесь изменился? Расскажите мне, почему здесь изменился srcm файл? А! Чек убираем. Но это не обязательно. я убрал чек. Мы убрали вот, можем смело убирать весь вот этот код из авторского кода. Мы этого не будем делать просто для экономии времени. Но понятно, да, бессмысленно встраивать тест внутрь программы. Да, тесты должны лежать в test-suit отдельно. Вот. Мне кажется, что даже так должно работать upstream.ts и кажется это все. не дай бог я что-нибудь не закоммитил. Так, точки с запятой там нету, да? Ну, это хорошо, это значит, мы просто чисто синтаксически ошиблись. ага, и точно. Вот. Значит, у нас осталось ноль минут, а нам есть еще одна тема, давайте мы ее пройдем и на этом видимо придется заканчивать. Вот. На самом деле две темы, но одну из них я обещал не сделать и не сделаю. это фикстуры. Значит, еще одна тема, это тестовое покрытие. Кавериш. Это важная штука, поэтому давайте мы ее, ее, значит, что такое тестовое покрытие? Это ситуация, при которой на самом деле тоже, если посмотреть в Википедию, вы увидите, тут довольно мало, а вот в английском в Википедии, думаю, должно быть больше. Да. Вот. На самом деле у тестового покрытия есть тоже много-много разных способов подсчета, выяснений и так далее, но, как правило, проверяются три вещи. Первое, это какая часть исходного кода вообще хоть раз в тестах выполнялась? Проходил ли тестирование через эту строчку? Второе, какие бранчи выполнялись? Если у вас есть условные переходы, они могут попадать в одно и то же место, особенно, если это не на осен, как у нас оценки написано. Но хотелось бы, чтобы в всех местах, где у вас есть бранчи, каждый бранч, то есть каждое условие было и так, и так проверено. И в-третьих, было бы неплохо потестировать DataFlow, то есть если у вас по одному бранчу, потом по другому, а потом по третьему, или по одному, потом по третьему. Ну, короче говоря, разные пути могут приводить к разным результатам, и иногда у вас в результате вычислилось что-то неправильное. Вот это третье, это NP-полная задача, ее почти никто не решает. Но без нее вы не можете быть уверены, что ваш тест действительно проверяет все, что можно. Вот. Ну, это известная проблема. Да. Значит, как устроен тест в нашем случае? он устроен совершенно примитивно. Дело в том, что в компилятор C, в GCC, ну, кстати, в Clank тоже, уже встроен инструмент тестирования, называется GNU-Coverage, вот, GCOV, и именно и мы будем пользоваться. Вот. Для этого надо всего лишь... Да, для этого, смотрите, поскольку он встроен в компилятор, для того, чтобы проверить каверич, вам надо собрать принципиально другие бинарники, бинарники, в которых войдут отчеты о, значит, покрытии теста, покрытии кода. Поэтому я предлагаю взять и использовать фишку, которую мы уже с вами использовали когда-то, прикрутить к автоконфу, конфигуриаку, точнее, прикрутить включение и выключение GCOV. Сейчас, секунду, надо закоммитить. Вот. коммит. В конфигуриак, значит, мы вставляем опцию, которая позволит собирать наш... позволит собирать наш... нашу библиотеку с поддержкой GCOV и без. Вот. Для этого будет вставлен ключ enable GCOV. Вот. И переменная cont GCOV будет отдана в конфигуре. Вот. И оттуда мы можем как раз проверять, был GCOV или нет. Вот. по-моему, еще нужно поставить поддержку в автомейке, чтобы он ее проверял и кажется все. И кажется все. Вот. Давайте вот прям тут впишем. Значит, смотрите, почему нужно в автомейке? Да по той же причине. Потому что мы же хотим нормальных GCOV, а не... Сейчас, это где? Это, естественно, в исходниках. Мы же хотим нормальных GCOV, а не этот самый. У нас вот здесь стоит минус G3 и минус O3. Когда будете ковереж делать, сложно будет понять, где были исходные тексты вашего кода, когда вы сделали минус O3. Минус O3 лупон роллинг делает. Так, на секунду. Поэтому нам придется вставить вместо этого что-то вот такое, что если у нас что-то такое, если у нас GCOV включен, то минус 0 минус G, GCOV, а также заставить GCC сгенерировать ковереж базы данных. Да, а если нет, то пускай будет G3 и O3, как хотел автор. Вот. мне кажется, что этого вообще-то даже достаточно. Тут еще был таргет, но мы сами все сделаем, потому что времени нет. Да. это чек игроков. Ну, кажется, все, да, вот это уже дальше вы в примере сами посмотрите. модифайз, отлично. давайте сделаем вот так вот. давайте сделаем конфигуре минус-минус help, обнаружим, что вот он, ene.logicont, который мы только что вписали туда. Сделаем ему ene.logicont. О, видели? Вот она. Вот. Ну вот, теперь надо запустить сам gk.onf, чтобы посмотреть, что там вообще происходит. Я, кажется, даже написал. Вот. что-то тут какой-то комментарий, ну ладно. А, это вот этот. Обратите внимание, что надо сказать сначала чек. Все прошло. Посмотрите, посмотрим, посмотрим в СРЦ. В СРЦ у нас внезапно в липс, да нет, да нет же. О, видите, вот это. И вот это. Ну вот это на самом деле. gk.onf.d, gk.onf.no. Это, собственно, базы, они не помню даже текстовые или нет. Че? А, точка липс. Тороплюсь. Да, они не текстовые. Ну, потому что они большие. Вот. Это, собственно, база, в которой gk.onf складывает трейс прошедшего. А теперь мы можем сказать ему, дорогой gk.onf, расскажи, расскажи мне, что лежит в базах липный ген. Вот он сгенерировал вот такую вот такую картинку. И тут прямо написано. Вот код прошел, вот не прошел, вот прошел, вот не прошел. Вот это недостижимый. Вот. Общее покрытие 95%. Вот. То есть фактически у нас оттестировано 95% исходного кода. Можно даже более развесистую картинку с лотой и принцессами. Сейчас. Тут вот где-то поддержка гоков. И вот тут вот можно сказать ему какую-то более сложную. Боже, вот, 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 вот. Жжжж. Вот смотрите, какая красота. И даже он говорит, а вот тут вы вообще ничего не сделали. Не тестировалось это место. Видите, он как адово раскрасил. А тут еще количество бренчей в какую сторону этот свитч вызвал. Вот их там шесть свитчей, значит, вот. Ну, то есть рассказывают, опять, вот место, которое никогда не используется, потому что это граничные условия, когда там памяти не хватило, еще что-то. Ну, а это, естественно, нечитаемый, ну, понятно, комментарий. Вот. Это, что касается каверидж. Вполне себе разумный инструмент. Он умеет генерить JSON и XML, ну, короче, всю эту отчетность он тоже умеет. фиг знает. Нет, кажется. Ну, слушайте, если он умеет JSON, то сделать из него HTML не так сложно. Вот. Значит, и последняя тема, про которую я обещал не рассказывать, я не расскажу, это как делать в том же, чеке фикстуры. Фикстуры в чеке делаются довольно просто. Вот. Это сетап от фикстуры, а это тердаун от фикстуры. Что они там делают? Ну, заводят какой-то массив, а потом удаляют это какой-то массив. Вот. Дальше вы говорите, что в тесте вы прям говорите, вот, смотрите, проверьте эту фикстуру. Вот она уже готовая, да? Никто. Вот вот старт-тест, и мы уже знаем, что есть этот файл в доллар, у нас фиктура под названием файл в доллар. Вот. А в конце мы говорим, добавь, пожалуйста, зарегистрированную фикстуру где-то, вот, сейчас, вот, добавь, пожалуйста, зарегистрированную фикстуру вот в этот тест. Этот тест требует вот этой зарегистрированной фикстуры. Я на этом заткнулся, знаете, почему? Потому что в такой форме это хорошо работает, но это много кода. А вот, когда вы используете чек-мк, он же автоматически нумерует тесты. И вам, вы действительно можете сделать сетап-тердаун красивый, вы можете в конце очень красиво написать в специальной директиве мейн-пре добавь мне фикстуру, только вот здесь вам придется ручками перечислить все те имена фикстур, которые нагенерил чек-мк автоматом. И я пока не придумал, как это превратить в нечто более разумное, и на этом поэтому я не останавливаюсь сейчас. Ну, вот, домашнее задание будет состоить в том, чтобы взять другую программу того же автора и превратить в библиотеку, оформить тесты, выбросить тесты на тенджамп память, потому что это адский ад. Ну, и вообще не обязательно вообще все, да, ну, как бы побольше части. Вот, сделать поддержку покрытия, и все. Только вот здесь 11 тестинг они делятся. Вот, на этом как бы все. Если есть вопросы, задавайте. Вот, сейчас я поправлю здесь на 11. в общем, в общем, такие дела. Да, да, как обычно, вы можете это делать не на автотуле, а на цемейке или на мизоне. Вот, это зависит от ваших предпочтений. Да, на цемейке тогда сыты. Вопросы? Ну, вот, в следующий раз у нас тогда, кажется, еще важный момент, мы еще никак не... Сейчас, давайте посмотрим, что у нас в следующий раз. То есть, к балбламу никак не перейдем. Да, у нас еще документирование. Вот, это важная вещь. доксиген. Доксиген совершенно справедливо. Потому что на свете существует две системы документирования. Итак, на свете существует одна система документирования, это сфинкс, но доксиген все еще тоже существует. Вот, еще есть сто пятьсот систем документирования. Ладно, это уже тема следующей лекции. Все, всем спасибо, до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok